21. Цифры русскими назвал словами. Международный турнир высочайшего уровня в Перми. И команды Рига, Москва и Нанома. Две игры осталось. Да, матч за третье место. Утешительный финал, да, но вполне себе самостоятельные призы. Во-первых, путевка в квалификацию мексиканского мастерса, который пройдет 6 и 7 ноября. А во-вторых, команда-победитель получит 3 тысячи долларов призовых денег. Ну а, собственно, в финале будут разыграны остальные 12 тысяч из 15 тысяч призового фонда. 7 получит команда-победительница и 5 серебряный призер. Серебряный призер этого квеста также попадает в квалификацию мастерса в Мексике. Ну а победитель нашего пермского квеста получает путевку сразу в основную сетку. Ну и стоит напомнить, что это повторение, да, это такой реванш. Как бы вчерашнего дня, то есть вчера в группе Нанома победил Ригу. Да, кстати сказать, было такое. Вот они, команда из одной группы, встретились в этой игре. На реванш надеются, но, если честно, как-то пока я не вижу, за счет чего Рига будет этот реванш брать. Вот такие броски через руку сколько угодно. Лас-Монис уже второй выполняет. И пока в молоко. Но при этом мы видели, как Рига горела 12-20 за три с небольшим минуты до конца в матче против Леймана. И казалось, уже простая формальность, да, взять и завершить дело. А в итоге проиграли одну очку Рижане. И то по времени. Ну, у них есть какой-то психологический барьер для Леймана, которые не могут концовочку именно против этой команды отыграть. Павлов. Нет, не точно Греков зацепил мяч, но не забрал. Многое будет зависеть от того, сколько газа осталось. И от того, сколько мячей Крумич забьет с одной ноги. Первый пошел. 2-0. Рига вырывается вперед. Потому что сколько был перерыв? Ну, минут 15, наверное, да? Да. Грекова выводят на бросок, но Константин по-прежнему в поиске. У меня такое впечатление, что вот эта двуха, которую он завершил игру с Ригой накануне, и вот с тех пор для него единственное вообще из-за дуги попадание. Да. Пока она, да, такое ощущение, что была последней и совсем не может себя прожить. В нескольких матчах не может найти свой бросочек. Сейчас из-под кольца не попал. Павлов в расчете на пол, потом уже начинает штурмовать кольцо. Саша очень много фейкует. На самом деле он, конечно, легенда нашего баскетбола 3 на 3. Но постоянно вот эти его извивания и так далее. Просто он себе делает плохую услугу тем, что уже арбитры пристают, реагируют. Даже когда там холл, это как про того мальчика и волков. Но вот сейчас как раз вот этот арбитр. Влад из Доряна. Да. Из Румынии как раз и сбородировал. Подошел Павлов к нему, предъявил очередную порцию синяков и шишек, пожал плечами румынский арбитр, ну и так потом похлопал себя по рукам. Как будто, ну что это за удары были? Это так тебя погладили просто, да и все. Наблюдает он за судейским столиком и скрывает улыбку. Не, у нас арбитры, кстати говоря, очень тут хорошая химия такая вот у этой группы арбитров. Оба иностранных судей и Вескович и Гиздоряну это очень опытные судьи, во-первых. Во-вторых, они такие веселые такие ребята, которые именно через шутку могут и донести до наших арбитров какие-то моменты. И это очень важно, вот приезды опытных иностранных арбитров, потому что одно дело, когда даже наши опытные арбитры, такие как Островский или Давыдов проводят семинары, а другое дело, это взгляд снаружи, незамыленный, собственный опыт и очень важно для тех ребят, которые здесь и девчонок, которые работают, да, вот именно получить этот опыт. Да, Гиздорян работал на Олимпийских играх, Вескович на матчах мирового тура постоянно работает. Вескович и на Олимпийские игры попал бы, просто есть Ясмина, вот, и двух арбитров из одной страны не пошлют, конечно. Да, Ясмина там давала огня. Ну и, кстати, к вопросу этих арбитров, они не только до наших арбитров с улыбкой все доносят, они и до игроков тоже с улыбкой все доносят, но такой строгой улыбкой. Ну, это внутренняя уверенность, которая там, то, что человек подходит, кричит, это никак не влияет. Так, Рико-то тем временем впереди, 3-1, Греков в проходе, с левой руки завершает. Опа, Антониковский поборолся, ну и куда? Не надо разговоров, вперед и вверх, а там. Ну, я считаю, что здесь Круменьш перебрал немножко, он начал пальцем у виска крутить, но вот за это можно и технарь сразу получать, на самом деле. Ты можешь выразить, конечно, какие-то претензии, но важна форма. Ну, тут коса на камень нашла, Антониковский тоже такой парень заводной, и как раз с Круменьшем они тут пообщались на повышенных тонах. Круменьш-то арбитру Петюню отбил, а вот недосказанность между этими двумя третьими номерами осталась, по-моему. Абсолютно. Тем более, что Антониковский-то и в предыдущих играх тоже так изредка выходил из берегов. Умение, умение общаться с арбитрами, опять же, об этом говорили, в том числе на примере Лимана, как парни успевают и пообщаться, и поиграть не выключаясь, и при этом не настроить судью против себя. Хотя при этом тоже постоянно, да, every time. Напоминаю, что every time. Ты знаешь, тут еще такой момент, умение общаться с арбитрами в целом, и знание вообще психологии каждого отдельного арбитра. С кем нужно разговаривать, с кем вообще не нужно разговаривать, и в какой ситуации. Это вот тоже очень важно. Павлов с мячом в атаке. Москва и на Нома Антониковский. Издали через руку Чаварса. Промахивается борьба на подборе, и все-таки Стрелникс выходит победителем. Да, матч против Риги велик соблазн. Опять же, поиграть габаритами, поиграть мускулами, и пока этой борьбой злоупотребляют. Московские парни из команды и на Нома. Минимальное преимущество Риги имеет место на табло сейчас. 3-2. И по фолам ситуация зеркально противоположная. Три фолы у Москвы, два у Риги. Олег Ушаков, Роман Скворцов, Андрей Беляев. Антониковский против соперника внизу. И вот уже даже после свистка все равно Ласменис выбивает мяч у Антониковского. Он не в моем доме. Владение остается у Москвы, и судья призывает их брать мяч. За задержку предупреждения. Потому что быстрее надо было идти к мячу и начинать нападение. Я тебе скажу, вот уже второй момент, когда психологические игроки Риги пытаются поддавить игроков и на Нома. Причем Антониковского конкретно. А, и Грекова сейчас. Первый раз это вот был наезд Круменьша с покручиванием у виска. Второй момент, вот выбивание мяча после свистка. Это такая психологическая атака. Но игроки и на Нома не ведутся на это с одной стороны. С другой стороны, главное, чтобы они как-то внутренне не стухли тоже от такого давления психологического. Посмотрим. Потому что это тоже, как по мне, это говорит о том, что где-то, наверное, Рига чувствует, что, в общем-то, тяжеловато им уже. И они подключают уже вот такие моменты, как психологическое давление. Круменьша очередной раз издали, при этом выбрасывая вперед руки-ноги в надежде, что за них кто-то из защитников дозацепит Греков издали. Опять не попадает Константин. Логачев не добрался до подбора, зато здесь набирается до мяча. Отличные быстрые руки показывает Логачев, Греков. Чавар сцеплялся за этот мяч, и Греков продолжает искать. Пора, пора уже было. И находит свой бросок, наконец-то. Вот я и думал, что здесь как раз больше психологии, что надо уже просто бросить, самому найти возможность. Он ее нашел, бросил, попал. Очень здорово. Хорошая защита, хорошая защита. Ласманис мажет на излете владения. От стрелни Икса мяч покидает. Отлично, мяч из желтых. Пределы площадки. Возвращается Антониковский. Но хочется надеяться, что перекипел Саня на стульчике для запасного. И сейчас уже сосредоточится на игре. Антониковский против Чаварса. Да как так-то мажет Греков из-под кольца. Очень сложнее было было видеть эту передачу, мне кажется, чем забить. Ласманис ищет возможность для прохода. Через руку Антониковского атакует. Не точно. Антониковский один на дуге в последний момент. Все, стоит Рига, стоит. На самом деле, смотри, в защите. Круминж из-за плоскости щита. Но этот не остановится. Этот будет сражаться. Эдгар Скруминж встает на линию штрафных. Арбитр говорит, нет, пожалуйста, с периметра разыгрываем. Именно почему-то против Круминжа и Антониковский. Павлов принимает тактику защиты выталкивания за лицевую. Ух ты. Стрелник смело, но нет. Павлов забирает этот мяч. Интересно. Фол кому-то из игроков рижской команды. Но опять Александр... Сложный момент для арбитра, я тебе хочу сказать. Примерно в одно время. Три человека бегут на один мяч. И опять же, вот Павлов потом уже после столкновения, столкновения... Наверное, Стрелник Павлов был первый на мяче, наверное. Да. Но опять я не уверен, что была необходимость падать настолько выразительно. Да, вот-вот-вот, и о чем вот этот театр надо бы, конечно, заканчивать. Неточный бросок Логачева из-за дуги. 5-4. Ананома вырывается вперед. 5-4 по фолам. Тоже вырывается вперед. Надо чуть поаккуратней. Круминж. Из рук в руки практически Ласманесу передает. Тут уже Ласманес начинает рисовать. А в итоге Круминж мажет и забирает подбор. Смотрели друг на друга игроки Инанома. И вот так на ровном месте. Из-за того, что никто не сделал шаг к мячу, получили. Получили. Глядя со стороны, конечно, наверное, должен был Греков забирать этот мяч. Потому что Логачев держал на руке. И игрока Риги ему сложнее было двигаться. 6-й фолк у Инанома. И вот этот контакт Антонниковского вполне мог трактоваться как... Упал процент попадания. Ну, это, естественно, от физического состояния идет. Ну, Антонниковского тут забороли просто вдвоем. Стрелникс и Ласманес. Ласманес тут же из-за дуги. И Рижане вырывается вперед. 6-5. Антонниковский внутри. Здесь фолл Ласманесу. Нет. И сейчас технический. Нет? Или предупредит? Нападение дали? И предупреждает второго арбитра, что еще будут разговаривать. Я предупреждение делаю. Будет разговаривать технически. Нет, все-таки Ласманесу дали фолк. Хорошо. Выпускал Борис своего партнера вправо, но влево точнее. Но вправо пошел Павлок. Подстукнул. И забил. А еще пробежечка. У Чаварса. 7-6. И второй телевизионный тайм-аут. 3-50. Очень такая плотная, низовая игра. Но при этом не так много остановок. Хорошо смотрится на одном дыхании, проходит. Конечно, надо Риге отдать должное, потому что возрастная команда. Ну, окей, да. Там Ласманес помоложе, но остальные ребята возрастные. И так отыграть сейчас после небольшого перерыва, продолжать бороться. Да. На этом опыте уже там и не нужен отдых. Да. Был какой-то момент, действительно, особенно поначалу показалось, что Рига встала. Но нет, разбегались. Таняковский никак не может забрать мяч. Вот уже когда выносит его наверх, мяч почему-то начинает у него там какой-то... Там непонятно, сколько времени на владение осталось. Закончилось, получается. А все, мяч просто отдали Риге, поэтому не важно, сколько времени. У Рижан все заново. Ласманес пробежка. Пробежка. Лишний жажочек сделал, пытаясь оптичь. Грекова. Знаешь, так уже напоминает команда боксеров-тяжеловесов, которые в поздних раундах начинают виснуть друг на друга. И друг на друге, абсолютно, да. Ну, а, да, вспоминали мы уже спасение гонгом, теперь вот этот клинч за клинчем. А это, ты знаешь, это на самом деле такая особенность матчей за третье место, потому что люди в финале, во-первых, и отдыхают дольше, а во-вторых, ну там мораль. Плюс 20, да, люди выиграли полуфинал, и сейчас будут сражаться, а здесь ты после поражения, и нужно заставлять себя продолжать бороться. Да, Ром, но в то же время в баскетболе 3 на 3 матч за третье место это такая редкая штука. Это на турнирах сборных обычно, и вот здесь он проходит, потому что есть что разыграть. Ты путевку, просто так по дополнительным показателям это неправильно отдавать, поэтому мы и ввели матч за третье место. Абсолютно логично, согласен с вами, но опять. Все, все, все уже стоят, мне кажется, влитейте. Да. Чавар забирает подбор, добавляет мяч в корзину, 9-8, Рига вырывается вперед Антониковский. Против Ласманиса разворачивается влево и забивает тяжелый мяч. Издаряну тут приседуют все уже после каждой атаки. Чаварс как раз так сажал в углу Грекова, запихал мяч в кольцо Антониковский. Обмениваются команды попаданиями 10-10, 2,5 минуты до конца. Стрелник с поля, Ласманис заслон, Стрелник. Вау, вау. Вот это попадание. Только хотелось сказать про то, что Антониковский офис арендовал там в трехсекундной зоне в Подкове. И тут Стрелник с надписи попадает. Очень кстати этот холл. Сейчас можно и поменяться, и он шестой для Риги. И тайм-аут. Две минуты с небольшим осталось, так. Устали все на зубах. На зубах надо эти 2.17 отбегать. Других вариантов нет. Рига устала, но Рижанина умеет включать этот режим морально-волевого. Ну и конечно, да, эта двушечка подошла у Стрельникса. Прям совсем не кстати для Москвы. Ну а с другой стороны, тут надеяться, что они будут ошибаться, наверное, тоже в смысле нет. Никакого надо самим играть. Ну там уже никто не надеется. Просто люди играют как могут. Я даже думаю, что какие-то отдельные моменты сразу и не вспомнят. Это только по прошествии времени. Ох, Логачев. Да ладно. По мне так это холл. Я его слышал. Мало того, что я его видел, я его слышал. По-моему, на это только Борис Логачев может вот именно так отреагировать. Слегка пожав плечами. Ну, ребят. Слушай, ну сначала мяч накрыт был. Все-таки. Но, ты знаешь. Это 3 на 3. Там, знаешь, там главное, чтобы контакта с головой не было. Вот это жестко фиксирует арбитра. Здесь именно в 3 на 3. Ласманес сточен. 13-10. Два владения между соперниками. Логачев проваливается под кольцо. Разбирается тут со Стрелниксом. Команда на полах. По 6 замечаний. Ай, какая ошибка Стрелникса. Вот эта усталость начинает сказываться, судя по всему. Ситуация-то очень хорошая. Чаварс великолепно рванул за спину. Мне кажется, Чаварс ожидал второй дальней атаки. И больше на щит пошел. Конечно. Он не ждал этот пас. Уходит Стрелникс. Круминш. Человек-опыт и хранитель традиций. Антониковский дождался, пока закончат движение все его партнеры. А в итоге 5 секунд. Слишком долго стоял с мячом, думал. Да, это два штрафных для команды из Риги. Два очка они ведут. И могут такую серьезную заявку тоже сделать. На победу. Два владения за минуту 25. Это все серьезно. Ой-ой-ой, Ласманис ошибается. Вот уж кто-кто. Ласманис ошибается в первом штрафном. Ну, таким образом, две атаки и на Нома не обязательно должны быть дальними. Греков берет на себя промах и не успевает к Чаварсу. Чаварс, мол, того, что подбор забрал, так еще и с дальней дистанции решил выбросить. Но опять это тоже, по-моему, усталость. Просто нет никаких сил искать хорошее решение. Антониковский! Минус одно. И последняя минута у нас начинается. Ласманис, Антониковский против него. Ласманис раскачал, создал себе пространство для броска, промахнулся. Греков забирает подбор, опережает стрелки. Понадежнее сыграть. Обоюдно. Но мяч останется у Москвы. Спокойно разменивается Ласманис на такие полы. Логачев просит тайм-аут. 49,5 секунды до окончания основного времени матча. 13-14. Рига впереди. Москва уступает. Один балл. И что делать? Ну, что делать? Выигрывать. Что делать? Терпеть. В первую очередь. Но фалить нельзя. Фалить нельзя. И отзащититься от двух. И стараться искать свои шансы. И ребята хорошо там могут и зацентрить. Ну, слушай, ситуация-то стандартная. Одно очко между соперниками. Вагон времени. Тут по две атаки. Конечно. Минимум у соперников. Так что акцентировать-то особо даже не о чем. И владение у Иданонов. Отскакивает Греков крайен. Таниковский на позиции центрового. Так. Начинает обыгрыш. Под левую. Но этот бросок цели не достигает. Более того, он не касается кольца. Так что последующая схватка за подбор уже лишилась всякого смысла. Мяч любого случая команде из Риги передается. Ласманис с мячом. Стрельникс как таковой заслон не поставил. Пробежал просто мимо. И Ласманис все-таки просит заслон. И уже заветился, казалось, Ласманис на передачу. Но в последний момент все-таки решил бросить. Просто волшебство какое-то. И ведь попал же. Причем я хочу сказать, это не совсем траектория Ласманиса. Обычно все-таки она чуть повыше. А здесь, я бы сказал, в спине ужупился. Как я говорю, он в прыжке принял решение. Изменил решение. Он собирался отдавать, а потом бросил. Он поэтому и сам так удивлен. Да ладно. Да. Ошибка. Чаварс тут прощает. Мажет из-под кольца. Павлов на дугу. Греков в лицо. Ласманису запускает этот мяч. Антониковский забирает подбор. Ищет контакт. Смотрит на судью. Но они не реагируют. И Рига занимает третий. Третье место на этом международном квесте. Последний мяч, который забросил стрельных, засчитывают. Судя, во всяком случае, это показали. Но, в принципе, не так суть важна. 18-13 или 16-13. Рижане побеждают. В хорошем стиле дотерпели. Показали, как это можно играть на зубах. Да, несмотря на то, что нет Мьезиса. Несмотря на то, что серьезная такая усталость, в том числе и моральная, после Олимпийских игр. Рига подтверждает класс. Проиграли и на Нома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова